Александр Козачёв Добрый вечер! Ну что ж, дорогие друзья, сегодня, наверное, ответственная, самая ответственная игра для команд, ну и, наверное, самая долгожданная игра для вас, уважаемые любители клуба. Мы начинаем финал Барнаульской студенческой лиги КВН. Итак, за чемпионское звание сегодня будут бороться следующие команды. Команда КВН «Первый космонавт» – Алтайский государственный оградный университет. Команда КВН «Даже не думай» – Алтайская государственная педагогическая академия. Команда КВН «Чтива Пекинесса» – Алтайский государственный университет. И еще одна команда, которая представляет также классический университет. Команда КВН «Кто здесь»? Дорогие друзья, посмотрите вам представить команду, которая не пропустила ни одной игры в нашей лиге. Жюри Анжелика Соболева, главный редактор ежедельника «Аргументы и факты» на Алтай. Большой друг Барнаульской студенческой лиги Владимир Жадовский. Лев Шапира, автор и исполнитель. Артем Макарта, радио группы «Айфон Продакшн». Юрий Борлис, тележурналист, спортивный обозреватель «Наши новости». Актер театра и кино, участник проекта «Организация объединенных наций», чемпион высшей лиги КВН и председатель жюри Дмитрий Никулин. Для приветственного слова я приглашаю на эту сцену председателя комитета по делам молодежи. Под ваши аплодисменты Владимир Викторович Гудков. Добрый день, дорогие друзья. Ну и, наконец, главная игра года сейчас состоится. Всем ни пуха, ни пера. Счетку! С Богом! Друзья, я вам небольшую тайну открою. У Владимира Викторовича сегодня день рождения. Счетку! Счетку! Ну что, дорогие друзья, вам уже пожелали ни пуха, ни пера. Еще разочек. Идите, готовьтесь к первому конкурсу. Итак, пока команды готовятся, я расскажу о схеме сегодняшней финальной игры. Сегодня вы увидите четыре конкурса «Фристайл-биатлон», «Стэм» и «Конкурс одной песни». Начинает фристайл команда КВН «Чтива Текенеса» — Алтайский государственный университет. Здравствуйте. Поехали. Команда КВН «Чтива Текенеса» — Финал Барнаульской лиги КВН 2014. Поехали. Что это за команда, от которой треский шорох, нас все равно вышло растереть любого пыли в горах. Наводит ужас на других сиреневых рубах, висит кощей, а остальные бегут в страхе. Текенеса «Чтива Текенеса» — Финал Барнаульской лиги КВН «Чтива Текенеса» — Финал Барнаульской лиги КВН 2014. Жители поселка Затон каждой весной сравнивают свой поселок с Венецией, потому что гондольеров у них тоже хватает. Многие считают, что мы не уверены в себе. Это что, у вас двойка, что ли? Видели, двойку хотели поставить. Олег, Олег, это же не настоящая оценка? Конечно нет. Вот так-то. Что-то, ребята, у меня пафос заканчивается. Э-э-э, вообще? Что? Ты две недели в универе не был. Сейчас на сцену с бутылкой пива выперся. Ты нормальный человек. Между прочим, я беру пример с авторитетных людей. Каких авторитетных людей? Владимир Путин. Я хоть и не очень хорошо, может быть, учился в университете, потому что пива много пил в свободное время. Ребят, вам не кажется, что мы неуютно так себя чувствуем? Давайте так, как раньше, а? Ну давайте, как раньше. Ну что ж, начнем по традиции. Есть номер у кого-нибудь? У меня есть номер. Надежда Кадышева после дня рождения идет в фитнес-центр. На пилотес я пьяна. Так замолчи. Неужели нет ничего нормального? Есть песня. Песня про Бийск. Сиреневый туман над Бийском проплывает. Ведь все давно химичит Эбалар. Проветрить и район. Мне кажется, это лишнее. Татьяна, мне кажется, одежда на тебе вот эта лишняя. Вы что, идиоты? Вы ненормальные, что ли, такое со сцены говорить? В жюри вообще-то дети сидят. Олег, какие дети? Дети лейтенанта Шмидта. Дети лейтенанта Шмидта. Здравствуйте. Дети лейтенанта Шмидта. Друзья, продолжаем олимпийскую тематику. Все знают, что на этой олимпиаде раскрылась новая звезда фигурного катания Юлия Лепницкая, которая уже в 15 лет выиграла свое первое золото. Итак, давайте перенесемся на концовку ее выступления. Юля, отвыступалась все веком в школу на геометрию. Мам, мне за эту медаль дали. Ну, может быть, тебе еще и Мерседес дали. Дали. Так, сымай коньки. Сейчас мама к успеху пойдет. Все, давай. Ну что ж, теперь перенесемся в хоккейный ледовый дворец. Удаление две минуты. С каждым днем честных, неподкупных хоккейных судей становится все меньше и меньше. В Америке их вообще не осталось. Бери види их, друзья. Все знают, что на Олимпиаду приезжает огромное количество туристов. Но мы хотели рассказать вам о русских туристах, которые были не на Олимпиаде, а в американском Диснейленде. Блин, ну эта мышь, она меня прям бесит. Вот эти уши здоровенные какие-то. Шорты эти красные, ну прям дебильные. И глаза вот как у свиньи прям фу. Фу. Так, давайте не будем оскорблять вашего гида. Давайте я вам лучше про аттракционы расскажу. Вот здесь у нас комната смеха, здесь у нас комната страха, здесь у нас комната сдается. Скажите, скажите, пожалуйста, это правда, что у вас в Диснейленде самые большие американские горки? Отношение доллара к рублю, вот это самые большие американские горки. В общем, у вас три часа, давайте отдыхайте, встретимся на нашем месте, где всегда. В отеле. В полиции. Ну и в конце хотелось бы поблагодарить за все коммунальные службы города Барнаула. Да не за что. Чтим Викенеса, спасибо за внимание. Пару друг аплодисментов надо. Друзья, ну, как вы помните, в финале еще должна была играть одна команда. Это команда КВН «Пумеранг» Алтайского государственного колледжа. Ну, так совпало, что их первая игра в премьер-лиге Международного союза КВН состоится 16 марта, то бишь завтра. Поэтому, ребята, мы желаем удачи и успехов в первом веке. Итак, на сцене команда КВН «Даже не думай». Алтайская государственная педагогическая академия. Добрый вечер, дорогие друзья. Команда КВН «Даже не думай» — сборная учителей. Возможно, у вас возник вопрос. Почему команда, вылетевшая в полуфинале, стоит на этой сцене? Да. Не все деньги идут на ремонт школы. Коллеги, мы уже второй раз в финале, а два раза — это статистика. Что, получается, у меня с женой статистика, что ли? Так. Дмитрий Сергеевич, у вас что-нибудь есть для финала? Конечно. Представьте ежи волейболисты. Ура! Ай-ай-ай-ай-ай! Так. А где этот молодой растущий анархизм? Синичкин, пасуй! Синичкин, пасуй! Ну, у тебя карта слабее. Здравствуйте, коллеги. Ну вот, весь коллектив в сборе. Открываем тетрадки и записываем. А костюмчик у тебя клевый. Спасибо. Человек-паук после жаркой тусовки. Ох. Ой. Ты где всю ночь был? Я тебя искала, волновалась, найти никак не могу. Парень прошлым летом отдыхал в Таиланде. Молодой человек, можно с вами познакомиться? Не-не-не-не-не. Муж, который нашел слишком поздно нужную вещь. Жена, я нашел твой ингалятор! Мы же с тобой развелись. ОБЖшник за одну минуту до конца света. Эй, ребята, одевайтесь, побежали на улицу, будем ЕГЭ по моему предмету сдавать. Рубцовская романтика Дорогая, в честь нашей годовщины я хочу подарить тебе вот это ожерелье Опа, четкий! Случай в караоке Дорогие друзья, как часто люди, которым я уже наступил на ухо С первого раза не понимают и продолжают ходить в караоке Дорогие друзья, как часто люди, которые видят в караоке говорящего медведя С первого раза не понимают Караоке-клуб за бой, нам требуется маркетолог Жена ради шубы готова на все Дорогой, смотри, там шубка такая красивая висит, купи мне ее, пожалуйста, ну купи Блин, прикинь, я карточку в гостинице забыл Я сейчас сбегаю Так, я не поняла, что это за баба? Ты себе что, любовницу покрасивее найти не мог? Я сейчас все объясню И мы рады вас приветствовать на передаче Дочь в точь! Дочь в точь! Дорогие друзья, перед игрой нас к себе вызвала ректор нашей академии Ирина Рудольфовна Лазаренко Давайте посмотрим, что же происходило у нее Кажется, это здесь Ну да Здравствуйте, ну что ставите? Проходите Веселей Чай любите? Нет, не раздавайте Пожалуйста Спасибо Спасибо И тебе Спасибо Ребят, как у вас дела с учебой? Ну-ка, в кавконе То есть до финала дойдете? Еще пару сезончиков поиграем Что я вас пригласила А вы уж постарайтесь, пожалуйста, какое-нибудь призовое первое место Ну мы читали? Вы уж постарайтесь, я их за вас переживаю Вы у меня самые лучшие Ирина Рудольфовна, а можно с вами сфотографироваться на память? С удовольствием Команда Каванда Кавандаши не думай Сегодня Вот это, я понимаю, фанатская настоящая поддержка Вот уже 9 лет рядом с веселой и находчивой молодежью города Барнаула Остается наш настоящий друг Комитет по делам молодежи администрации города Барнаула Хочется сказать слова благодарности от Барнаульской студенческой лиги в адрес комитета Мы признательны вам за поддержку КВНовского движения в городе Спасибо На сцене команды КВН Первый Космонавт Алтайский государственный аграрный университет Добрый вечер Команда КВН Первый Космонавт Финал Барнаульской лиги, конечно, важное событие Но для меня важнее мои отношения с Динарой У нас сегодня ровно месяц Месяц? Продлевать будешь? Ха-ха, смешно Вообще-то и сюрприз я решил устроить Ну, объясняйте Друзья, сейчас Диман приведет Динару И когда он снимет с нее повязку на счет 3 Все дружно кричим «Он тебя любит!» Давайте порепетируем Раз, два, три Он тебя любит! Вот так замечательно Давайте приготовьтесь, он уже идет Раз, два, три Он тебя любит! Прости, пожалуйста, я, может, не буду Мои шуточки уже надоели? Динар, это смешно Потому что я бы так никогда не сделал А как же тот случай в Чагеваре? Ну, может, тогда не мутили? Вот, ребят, сами напросились Ты че музон потушил? Не видишь, я кайфую? Ты как будто бы с небес Все к тебе толкает весь Дядя Карен, здрасте Ты что, пьешь? Ты что, пьешь? Она что, пьет? Да вы че, здесь все бухие, что ли? Вы че, здесь все бухие? Да это просто КВН Это ваш КВН, шмавэн Смешно Да я любое слово могу так заритмовать Лопата Шмапата Пицца Шмитца Карен Кто сказал Карен? Кто? Вообще, кто у вас здесь главный? Ты? Это ведущий Шмидущий Видели, как я запенил? Вот главные, жюри Всем ребятам по 10 баллов поставите Здесь нет таких оценок Здесь нет таких оценок Сейчас подвезут Какая шоксная Нет, ты трогай, он тебя убьет Запомни мир Запомни мир Им он был Существуй Тятя Карен Главное, не тревожьтесь Меня здесь никто не трогает Тебя самой-то это не тревожит? Да нет, нормально Ну нет так нет О, девочки Кто здесь? Самый красивый Я здесь самый красивый Динар Может нам еще рано с твоими родителями знакомиться? В смысле? Поехали Ну что ж, начнем веселиться Очень уверенный в себе таксист Машинку на Оленина, машинку на Оленина Так, где я? На потоке Беру Пусть выходят Они уже вышли, где вы? Они на дороге или во дворе? Во дворе А, во дворе Заказ отменен, машинку на Южный О, прет сегодня вообще Многие девушки считают, что парни ведут себя как дети Итак, представьте Все так и есть Так, давайте пройдем собеседование Я задам вам пару стандартных вопросов Где вы раньше работали? На машине В большой красной машине Пожарный А сколько вы планируете зарабатывать? 150 миллионов торроров А лет нам сколько? 24 Да? Так вы подходите, работайте В эфире Катунь 24 В Новоалтайске плюс 7 Наверняка у каждого есть такой предприимчивый друг Мужики, короче, я все посчитал Сейчас тема, короче, это свинарники Короче, набиваем полную фурну свиней, короче Это И в Казахстан мы идем на Коби Корнги Шоу, короче Да подожди, подожди У меня на таможне тетка работает Я как-то через нее Две бутылки водки провез Ну, думаю, фуру свиней провезем Сань, короче, тема есть Я все посчитал Идем дальше Случай в семье Эй, Пауле, лох, иди на улицу Сын, как с тобой друзья разговаривают? Это у нас такие приколы Сами вы лохи Ты че, офигел? Мы тебя сейчас ноги оторвем Так угораем, я вам кошки прошиваю Мужики, стреляй в него Видишь, успокоились Лох Это Димка Друзья, наверняка вы все знакомы С такой ситуацией Родители поссорились И разошлись ночевать по разным комнатам Ну что ж, вот именно такая ситуация В смысле, две семьсот не зарплата? Разведусь Сынок, двигайся Ну тогда я туда Батя Жадоба О, глухаря смотрите, давай сначала Это эквилибриум Эквилибриум Да, да я видел Спокойной ночи Кстати, Динара У меня же есть фотка Где Димка Маленький, голенький Смотри Батя, ты там тоже голенький Светка Мне в одногласниках фотку срочно свинить надо Веселый у тебя папа Вот если бы мой знал, что мы встречаемся Он бы тебе голову оторвал А он у тебя в скайпе есть, да? Да А прикинь, она сейчас видит Спокойной ночи Подожди, подожди, иди сюда Паш Это, я хочу Динаре подарок сделать Ничего себе, кольцо Хочу вот так вот встать и сказать Выходи за меня Так, мальчики Это что такое? Да, ты все неправильно поняла Я согласен Че сейчас будет? Че сейчас будет, пацаны? Садись, смотри Ты-то что масло в огонь подливаешь? Ты думаешь, она поверит, что ли? Я-то думала, он мне предложение сделает Вы с ума сошли? Встаньтесь и сюда Вы испортите сейчас финал Барнаульской лиги А для меня это важное событие Барнаульская лига подарила для меня Вот таких вот друзей Ну, подарила вот такую девушку В общем Спасибо тебе большое Барнаульская лига, конечно Но я надеюсь, это твой не последний подарок Команда КВН «Первый космонавт» Спасибо Это был фристайл от команды КВН «Первый космонавт» Сегодня мы узнаем имя и виртуального чемпиона Чемпиона лиги, которого вы выбирали, дорогие друзья Всю эту неделю в группе Барнаульской лиги ВКонтакте Шло голосование Если вы еще не проголосовали За любимую команду, друзья Торопитесь, у вас еще есть время Итак, фристайл продолжаем На сцене команды КВН «Кто здесь?» Алтайский государственный университет Наше время Наконец пришло Женщины в сердце в дно Куда ни глянь Везде встретишь нас В наше счастье мир сейчас Неправы мужики Мы от них недалеки Да ведь без нас они Ничего бы не смогли Лучше женщины Нет в меду в мире никого Мы заменяем мужиков Погласно нам, что хотим И можем все Так, стоп О, привет Девчат Ответственное мероприятие Привет, привет, привет Финал города Барнау... Ой, тебе привет Привет, дорогая Финал города Барнау... Привет Финал города Барнаула Ну, что устроили-то на самом деле? Девчат Ответственное мероприятие Финал города Барнаула Я на самом деле не помню, когда я в последний раз видел столько женщин Ой, Саша, а может не в памяти делал-то? Алло, алло, братан Слушай, помнишь, ты меня сегодня с утра в гости звал И просил пару девушек найти? Так вот, короче, я не приду Давай сам как-то разбирайся, ага Кто вожак? Это шальная И в пиратуре В объятиях юных кавалер Забывай, да во всем Гуляй, шальная Императрица Все, Ксюш-Алегрова, все сказала Гуляй, шальная Саш, ты меня за этот сезон уже достал Так, девочки Можете быть свободными Кажется, сейчас кое-кто выхватит Саш, помнишь, я тебе про своего парня рассказывала? Ну? Вас Это твой парень? Да Он тебе что, слепой, что ли? Я понять не могу Девочки, вы о нем знали? А, ну тогда понятно, почему он еще твой парень Ксюш, а можно с ним сфоткаться? Он тебе что, обезьянка, что ли? Вот иди с Машкой сфоткайся Ксюш, я понять не могу Ты сюда хвастаться пришла? Саш, я понять не могу Ты что, больше всех заметуешь, что ли? Все вы женщины одинаковые Вам главное идеальное тело Странно, что я думаю, что это идеальное тело Ксюш, ты вообще, ты вообще его лицо видела? Или ты как в пресс уперлась и дальше голову даже не поднимала? Не, ничего личного, хорошее лицо Саш, еще одно слово, и он тебе вмажет Ой, единственное, что он может вмазать, это масло Ксюш, а он у тебя футболок вообще не носит? А я вам больше скажу, он и курток не носит Так и ходит зимой просто в баллоневых штанах Че, Ксюш, сохнешь по нему, да? Саш, иди сюда Это ты сохнешь, Саша Жрет своей анаболики Саша, ты хотя бы что-то жрет Так, все, давайте, выбирайте Либо я, либо он Хорошо, все, давайте, пока Приятно было познакомиться Не, ну хотя бы на финал-то меня оставьте, а? Ой, ну ладно Все, команда КВН кто здесь... Так, стоп, стоп, читай Команда КВН кто здесь? Великодушная богиня, начинаем Дорогие друзья, для начала представьте Девушка, которая первый раз в жизни сама приготовила борщ Парень, который выставил в контакт самую идеальную фотографию Представьте, в клубе посреди дискотеки неожиданно начался концерт ложечников Дорогие девушки, ну иногда было бы очень неплохо поинтересоваться, где работает ваш молодой человек Итак, представьте, парень встретил свою девушку с другим Юра, Юра, отстань от него, мы с тобой расстались Подкаблучник, который на секунду поверил в себя Слышь, жена, где жиротва? Нет жиротвы? Держи новую шубу, пошли за айфоном Дорогие друзья, представьте, отец в очередной раз сказал фразу Не надо никого вызывать, я сам все сделаю Спокойной ночи Я завтра все починю, там делов на раз-два Дорогие друзья, очень часто перед нами встает выбор Между лучшим другом и любимой женщиной И сейчас мы все-таки узнаем, у кого из них больше плюсов Здорово! Привет, дорогая Ребят, сзади вас находится табу Я буду задавать вам вопросы, вы на них отвечаете и получаете баллы Итак, быстренько, первая ситуация, шаурма Фу! Второй вид чесночный Идем дальше, мне звонит мама Алло, мам? Передай привет Братан, давай наливай, наливай, еще пивасика сейчас Меня бросила девушка Саш, давай останемся друзьями Я затолкаю тебя в тачку силой Я везу тебя к пацанам Там банька, рыбка и пиво Вот такая терапия, короче Хорошо, идем дальше Мы едем отдыхать, вопрос куда? На Гоа В Горный Хорошо, кто плачет? Вечно ты Да по дороге раскидаешься, кого ты че? Так, нам в клубе стало скучно Поехали в другое Поехали ко мне Хорошо, мы проснулись утром вместе Дорогой, это была лучшая ночь в моей жизни Это была лучшая ночь в моей жизни В смысле, я то же самое сказал? Хорошо, финально Мы договорились встретиться, но я не смог В смысле, Саш, мы договаривались Я ради тебя все отменила Братан, я все понимаю Ты встречаешься с девушкой Гуляешь мне, все хорошо Я не обижаюсь, все нормально Уважаемые жюри Мы, конечно же, понимаем, что сегодня перед вами стоит нелегкий выбор Но на самом деле не важно, кто сегодня победит Саш, кто для нас всегда победитель? Ну вы поняли, да? Команда, кто здесь? Ну поняли, да, все? Итак, команды представили фристайлы Ну а насколько эти фристайлы оценят жюри по пятибалльной системе Узнаем прямо сейчас Команды я приглашаю на сцену для следующего конкурса Итак, в порядке выступлений Чтиво пикинесса Четыре 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 Пять Пять Четыре, 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 пять, пять Команда КВН Даже не думай Четыре, 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 пять Четыре, пять Первый космонавт Все судьи Пять баллов И команда КВН Кто здесь? Все судьи Пять баллов Итак, общий балл мы сейчас увидим на экране Команда готовится к следующему конкурсу Это будет Би Атлон Пару комментариев По первому конкурсу Уважаемый жюри Кто? Артем Аката Здравствуйте Еще раз всем Я безумно сожалею Что пропустил Некоторое количество игр В сезоне ушедшем Ну, такое случается И надо сказать Что может быть Сегодня это их счастье Потому что Очень сразу заметно Как Уровень Поднялся Я не буду конкретизировать Но и тем не менее Сегодня очень Многие шутки Очень многие персонажи Очень многие ребята Раскрылись Для меня Вот как бы по-новому Хотя практически всех Я так или иначе Знал до этого Поэтому огромное спасибо вам За работу Всем желаю удачи Дальше Спасибо, Артем Ну что, друзья Сумму вы видите на экране Первый космонавт 30 баллов Даже не новый 26 Чиво пекинеса 26 Кто здесь 30 баллов Итак, переходим К следующему конкурсу Биатлон В первом круге Участники Каждой команды Читают по две шутки Затем жюри Называет Менее смешную команду Она выбывает С активом в 2 балла Вторая команда в 3 Третья в 4 И победитель Получает соответственно 5 баллов Итак Первые два выстрела Чтиво пекинеса Миш, прошу Еще раз Добрый вечер всем Канарейка с потока Вместо чирик-чик-чик Говорит Че-че-кого Девушка с именем Анжела Живущая на Антона Петрова Просто обречена на профессию Еще раз Здравствуйте Даже не думай Прошу Со словами Это с вашего первого концерта Сергея Жукова Попросили расписаться на дочке Муж очень худой учительницы Каждый день ходит к доске Первый космонавт Продолжаем 80% жителей Косихи В ответ на вопрос Вы местный Начинают плакать Дальше Мальчик с именем Эраст Очень удивился Когда во дворе ему дали прозвище Кирпич Кто здесь? Упавшая слеза Олимпийского мишки Проломила пол И убила работника сцены Дальше Казус на телевидении Кукловод запарился И высморкался в каркушу И так спасибо Кто покидает Конкурс Биатлон? Мы бы хотели Ну не штрафной круг Услышать первые две команды Итак штрафной круг Чтива пекинесса И даже не думай Миша прошу Максим Галкин Выложил свою старушку на дроп Даже не думай Если в хороводе Бабкиной Соединит каждого человека веревкой То получится пентаграмма Прошлись по звездам Так Кто? Покидает нас с активом В два балла Даже не думай Спасибо И так продолжаем Следующий круг Чтива пекинесса Жена нечестного депутата Тоже фальсифицирует Продолжай Фотограф Всю жизнь проживший в деревне Неплохо снимает тёлочек Следующие два выстрела Вера Космонавская Власть развращает Мэр Биско спит голенький План действий побега из ямы Первое Не паникуйте Второе Садитесь на 27-й и не оглядывайтесь Кто здесь? Не было бы счастья Да несчастье помогло Серёже вручили повестку В военкомат На 10 минут раньше Повестки в суд Дальше Балтика девятка Заняла первое место В номинации Самая слабая водка Итак, уважаемые жюри Кто нас покидает Или штрафной? А давайте все по одной шуточке Такой штрафной масс Давайте Доставайте балды Давайте Прошу Чтива пекинесса Мальчика с фамилией Путин Что вам эта песня покоя-то не даёт Мышь собак минает Поле горит Класс Итак, кто покидает нас? Ну говорят Космонавт в космос Спасибо Итак, первый космонавт покидает нас с активом В 3 балла Но сейчас будет небольшой сюрприз такой для команд Мы сыграем в разминку Жюри Жюри Вот так вот Ну чтобы вся команда уже поработала Вопрос от жюри Анжелика Сумолева Ну я как-то это Нервничаю Отдайте тогда микрофон, наконец За носительниц моего имени Так вот вопрос А надо ли спрашивать, где ты живёшь? Девушка, парень, и Анжелика живущая на Сулейме На что обречена? С потоком всё понятно Это задаёт и главный редактор Ну я должна же читателям Прояснить ситуацию Анжелика, ты удачливый человек Повторите, пожалуйста, вопрос Девушка по имени Анжелика, живущая на Сулейме На что обречена? Анжелика, садитесь на 27-й и бегите оттуда Спасибо Кто здесь? Повторить, да? Нервничаю Девушка Анжелика, живущая на Сулейме На что обречена? Ну как минимум на турник Спасибо Вопросик кто задаст? Что, ещё надо? Теперь я уже боюсь, надо ли? Мужчина, живущий на Антона Петру Ладно Значит, еду по улице Висит поздравление от, так скажем От государства С Новым Годом Вот сегодня еду Ну тоже опечалился Отсылал в Москву на НТВ Письма Одно, второе Друзья, можно заниматься своими делами Юра просто рассказывает, как у него дела Да, совершенно верно Тоже ни привета, ни ответа не дошло Короче, привет тоже от Почты России А какие тормозные истории вы представите? Ну пока команды приводят в порядок свой мозг Юра, мне кажется, когда ты задаёшь вопросы У команды должно быть на ответ не 30 секунд А 54 минуты Кто-нибудь понял, о чём вопрос был Юрой? Короче, покажите нам чё-нибудь посмешнее Давай, есть чё по смеху? Ну так, чуть-чуть Давай Ах, вопрос Я вас забыл уже, короче Какие тормозные истории представьте вы нам сейчас? На потоке висит баннер Барнаулу 26 Серьёзно? Да? Да Ну тогда нормально Видимо, они знакомы Он с телевидения тоже Кто здесь? Ну, видимо, пропускаем Пропускаем Давайте финальный вопрос А, есть? Щас, щас Ты чё? Давайте так, пропускаем, видимо, один ответ, да? Да вы нормально, щас тут задас, давай Владимир, Владимир Жадовский Вов, задай, пожалуйста Или Дмитрий? Давайте Дмитрий Никулин Попробуем всё-таки вот Как хорошего, вот такого мышления А чё, все больше нельзя отвечать уже на вопрос Борлиса? А это, видимо, и была эта тормознутая история Ах, молодец, молодец Дождались, молодцы Дима, задавайте Адекватно постараюсь задать вопрос Я нашёл, ну, похожие вещи в Барнольской лиге И начальной школе Ну вот оценки, допустим, от двойки до пятёрки Я точно помню, что в школе в начальной как раз такие А вот скажите, похож ли ведущий, Саша, на директора вашей школы? У нас точно КВН? Повторите, пожалуйста, увлекательный вопрос Адекватный, по крайней мере Похож ли ведущий на директора вашей школы? Он у нас корпоративы и свадьбы так не ведёт Спасибо Спасибо На предыдущий хотят верить А что сейчас было вот до этого? Привычка с КВН осталась Я так дома даже яйца варю так Вы можете... Саша, вернись в команду, мы нормально общаемся Хорошо Я много волкнал о господине Никулина Мы говорили о яйце И о КВН А вопрос про школу? Да В общем, что-то среднее, да Похож ли ведущий на директора вашей школы? Ну да, у нас тоже такой забавный был Типок с микрофоном по школе зачем-то гонял, непонятно То есть похож Здоровья Спасибо Ну да, скажем так Один из самых сложных конкурсов, конечно же, это разминка Не сказать, что попёрло Но всё-таки давайте определим, кто у нас в этом конкурсе победил Кто получит 5 баллов, кто, собственно говоря, получит 4 балла Итак Интересно, Шапирова принимает в этом участие, нет? Лив, это КВН Вы в жюри Ну, посовещались С мизерным преимуществом Не знаю, как это в баллах выразиться Но Чтиво победил Чтиво генеза получает 5 баллов А Тузит получает 4 балла Итак, общая сумма за два конкурса Первый космонавт 33, балла даже не думает 28 Чтиво генеза 31 и кто здесь 34 Итак, мы продолжаем Сейчас, дорогие друзья, будет следующий конкурс Это будет Стэн Классический Стэн На сцене одновременно могут присутствовать Лишь 3 участника команды Максимум за этот конкурс 4 балла Итак, Стэн, под ваши аплодисменты На сцене команды КВН Даже не думай Дорогие друзья Ежегодно в России проходит конкурс Учитель года В котором могут принимать участие По одному учителю от каждой школы Наша школа не исключение Итак, коллеги Я опаздываю на собрание Поэтому давайте без меня решите, кто из вас поедет Да, конечно Я не поеду Я тоже не поеду А ты что не поедешь? У меня теща в больнице лежит Вдруг с ней что случится? Я ж не могу это ворвустить А я позориться не хочу Знаешь, Австрия на Евровидение Бабу Бородатую посылает Вот это вот позориться не хочу Слушай, давай по чесноку в картишки раскинем Кто проиграет, тот и поедет А давай Ааа, пиковая дама О, Господи Ты скажи, что к нам матершинник придет Синичкин Я в свисток не дую Где твоя сменка? Так, физрук Вы опять у детей обувь воруете А че это я? Да потому что размер пятого бета Как к вашей ноге подходит Знаете, зато я не заставляю детей Под колючей проволокой лазить Это была экскурсия в музей Ага, ночью Слышали про конкурс Учитель года? Слышал Не поеду Почему? У меня теща болеет Друг с ней что? А че ехать позориться? Ну елки-палки Давайте химичку отправим Ее нельзя на свежий воздух выпускать Вдруг она кисляться начнется Давайте географа отправим А вы видели, что он на Америке В кабинете нарисовал? Ну да, дерево какое-то Кто болел? Коллеги, забыл сказать Тому, кто поедет, тройная премия будет Ну тогда я поеду Ты только что отказывал заехать А у меня только что теща болела Да нормально, с этой змеей все будет Я тебе сейчас поеду Я тебе сейчас поеду Знаешь, куда я сейчас съезжу? Так, трудовик, ты че? Да я смотрю, вы здесь разборку устроили Пойду хоть делом займусь Стоять Настрою А поехать должен только один Сергеич, ты че? Мужики Да че мы вообще ссоримся из-за этой премии? Что это вообще такое, премия? Я никогда не видел премии Может быть это Новый спортивный инвентарь А может быть премия Это те самые Крепкие мальчишки А может премия Это деньги? Сергеич Дмитрий Дмитрий Вы что, на игре уснули? В России нормально, когда Дмитрий на игре засыпают Дорогие друзья, что мы хотели сказать о том, с темом? Пока в наших школах работают такие учителя, ваши дети всегда будут в безопасности Всегда смогут постоять за себя И всегда будут отдохнувшие Команда КВН, даже не думай Любите своих учителей Даже не думай Ежедневник АИФ Одно из самых известных и тиражных изданий в России Аргументы и факты на Алтае Это новости двух регионов Аналитические статьи Репортажи и полезная информация Репортаж с финала читайте в АИФ 19 марта Полный репортаж смотрите на сайте Алтай АИФ.ру Все правильно? Аплодисменты Стэм на сцене Команда КВН, первый космонавт КВН, первый космонавт КВН, первый космонавт КВН, первый космонавт Недавно Диман купил машину И мы все вместе поехали отдыхать Ну что, ребят, наши шлычки выехали, да? Алло, короче Это же природа Булыгина Дим, почему именно Булыгина? Паульф охотиться захотел Знаешь, Динара Здесь на Булыгина водится Самая знатная дичь Эй, дичь! Эй, че хотел? Охота началась Стой, 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 стой Давай это, может, бахнем? Я хочу поднять стакан За мою любимую Самую красивую Самую лучшую Я как увидел ее, понял Она моя Моя мазочка-троечка Отойди Люблю ее Видит Бог Первый раз отказываюсь Это А где Жека? А, где-то бегает Кузнечиков въезд Жека, ты где? Я в домике Ну, ребят Кто мясо на шампуры будет надевать? Я пойду пиво в речку поставлю Я за дровами А я за Жекой буду следить Жека Да ты Эту сосну будешь неделю огромную рубить Блин, тиман нас убьет Нам конец Я в домик А какой-то тиф, прикинь В речку упал О Что бы ни случилось, никогда не бей свою девушку. И друзей, и друзей. Пойду включу. Да нет! Надо мангал хотя бы достать. Да я схожу, белок посмотрю и мангал достану. Что это с ним? Он тут где у тебя, в багажнике? Да, только аккуратненько. Что это с ним? Да я бы уж марийчик купил за сотку. Ладно. Там, наверное, пиво охладилось. Пойду вытащу. Эта, кстати, разбудите Андрюха, он в машине уснул. Андрей! Пацаны, я в машине застрял. Андрюха! Андрюха! Прячься и притворись банкоматом. АПЛОДИСМЕНТЫ Динара! Он рано или поздно это узнает. Я ему все расскажу. Нет, мы никогда его это не расскажем. Ну, это тогда будет наша вторая тайна. Да ты тихо, тихо. Это пива, походу, не будет. Диман, Диман! Знаешь, я давно тебе... Да ты хоть как бы это узнал, в общем. Я тебе изменила. Я надеюсь, не в машине? Да нет, конечно. Фу, слава богу. Диман, это твоя машина. В смысле, вон моя машина, я же вижу. Вон Андрюха, кстати, проспался. Освей! А ты же! Я че, проспал, нет? Так, стоп! А это тогда кто? Я тебе говорю, не заметьте! Дядя Карен! Дядя Карен, откуда такой классный костюм? Это с выпускного! Ничего, опять запенил, да? Друзья, почему мы показали вам этот стенд? Когда вы едете отдыхать, не важно, куда вы едете. Важно, с кем вы едете. Дядя Карен! Это был Снейм от команды КВН «Первый космонавт». Сегодня главная игра сезона, но на этом, друзья, мы не прощаемся. Так как 19 апреля состоится фестиваль Барнаульской лиги КВН на Кубок Администрации. Все, кто еще не подал заявки на участие, ждем вас. Итак, с тем от команды КВН «Чтиво пекинеса». Поехали! Друзья, а многие сейчас считают, что нынешняя молодежь не начитанная. Наша же команда уверена, что между молодежью 19 века и нынешней молодежью очень много общего. Например, как мы справляем наши дни рождения. Итак, давайте представим 19 век, день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Вы знаете, Лермонтов, по-моему, это были ложные опята. Не знаю, я их в Пятигорске у евреев покупал. Ну что ж, Александр Сергеевич Голубчик, с днем рождения. Спасибо. О, Пушкин, ты вразумитый скильки съев сегодня. Гоголю, раскладку смените. Я ничего не понимаю, что он говорит. Что? Друзья, я сегодня закончил замечательную книгу. Пойду сожгу. Еду в Магадан. Да, декабристы? Алло, что, Жуковский? Горящие путевки, горящие путевки. Какой Магадан? Мадагаскар. Мадагаскар. Я говорил, все, не звоните, вы в Ромбинге. Что ж, по-моему, хорошо. Всем здравствуйте, я граф Толстой. Ну что же, это символично. Александр Сергеевич, с днем рождения. У меня для вас подарок. Ну-ка, ну-ка. Сменим привычное на молодежное. Ух ты. Пушкин, вам к лицу прям. Какая занятная вещица, я с ней вам много напишу. Спасибо вам. Ну вот, повод выпить и перекусить. Да, кстати, где же наш шеф-повар Крылов? Крылов! Господа, сегодня у нас лебедь, рак и щука. На них скидка в бахитле. Да, кстати, я недавно закончил стихотворение. Михаил Юрьевич, хотите послушать? Конечно же, желаю. Ну-ка. А в Чаеваре дуб огромный. Золотая цепь надубит он. И днем, и ночью дуб огромный. В спортивках не пускает он. Но я прошел. Иду направо, песнь заводит. Иду налево, боже упаси. МС там конкурсы проводит. У входа 26 такси. Там на неведомых дорожках. Остановитесь, Пушкин, ну. Что вы в самом деле? Да, да, простите. Скажите, где граф Шереметьев? Здравствуйте, господа, здравствуйте. О, здравствуйте. Простите, что я опоздал. Я только что со сделки. И что за сделка? Прикупил немножко себе земли. Чуть западнее Казахстана, но чуть южнее Барнаула. Построю там я город страшный. Где не будет ни правил, ни законов, ни морали. Где будут грабить, пить и убивать. И каторжанца всей Сибири там будут содержать. О, господи, как имя этого второго круга ада? Рубцовском назову. Вам к Новоалтайску прицениться? Отличная идея. Да, кстати, Михаил Ильич, я же недавно закончил курсы по обольщению женщин. О, так, Пушкин, вы пикафер. Смотрите и учитесь. Введите тёлочку. Не надо свечнаться. Я вас хочу, чего же более. Мой дядя самых честных правил, а я совсем-совсем другой. Ты жива ещё, моя старушка? Да, Александр Сергеевич, что-то с вас пикапер не ахтим. Смотрите, короночка. Вот, держите. О, смотрю, к дантисту вы давно не приходили. Господа, господа, там чьих-то лошадей забрал эвакуатор. О, это не наши, мы не за рулём. Сегодня мы будем пить, кутить и веселиться. Друзья, многие считают, что современная эвакуатор – это не наши, мы не за рулём. Молодёжь не начитана. Если честно, мы с этим немного согласны, потому что всё, что мы сейчас читаем – это не мировая классика литературы, а паблики ВКонтакте. Всё, чем мы делимся друг с другом – это не цитаты великих авторов, а репосты. Поэтому мы считаем, что молодёжь девятнадцатого века очень сильно отличалась от нашей молодёжи. «Саня! Саня! Пушкин! Чё? Закройся со мной!» Нет, ну были, конечно, и общие черты. Чтиво Пикинесса, читайте классику! Это был стэм от команды КВП «Чтиво Пикинесса». 1 апреля в 18.30 в филармонии состоится традиционная юморина. Этот праздник юмора вот уже много лет во всем жителям города дарит шоу-тятар-калейдоскоп и команды КВП «Дети лейтенанта Шмидта». Приглашаем вас, дорогие друзья, 1 апреля в филармонию. Итак, последний стэм на сегодня от команды КВП «Кто здесь?» Дорогие друзья, а, наверное, каждый из нас хотя бы раз в жизни оказывался в такой ситуации, когда в кармане не было ни кроша. И чтобы выйти из этого положения, приходилось совершать даже самые глупые поступки. А, как говорится, дуракам везёт. Итак, представьте, а кому надо, записывайте. Красноармейский 103, квартира 39, у Саши абсолютно нет денег. Алло, братан, слушай, чё, помнишь, я тебе сотку на шаурму давал? Можешь мне её отдать? Да не шаурму, сотку. А чё, а чё, шаурма осталась? Нет, блин, ну ладно, всё, пока. Ё-моё, вот говорила мне мама, Саша, не транжирь деньги. Всё, с сегодняшнего дня начинаю новую жизнь. Больше не транжирь её. Осталось только деньги найти. О! Алло, Диман, привет, слушай, помнишь, ты мне работу предлагал? Да-да-да, когда ты в костюме зуба работал. Да-да-да, я на тобой ещё смеялся. Да-да-да, на улице пальцем тыкал. Да-да-да, прохожим говорил, что у тебя флюз. Да-да-да, грязь, я тебе намазал и сказал, что это кариес. Нет, в таком костюме я работать не буду. Ну что ж, идём дальше. Ну, здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья, я продолжаю ждать, я продолжаю ждать нашего единственного и невовторимого победителя, который заберёт все наши огромные деньги. Но почему же никто не звонит? Ведь это слово очень просто, его знают все. Да-да, я вас слушаю. Алло, Борлес? Да-да-да, вот и наш победитель. Юр, привет, это Фукс. Это не Фукс, это Борлес. И именно этому человеку достанутся все наши деньги. Привет, 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 а вот и наш счастливчик, который забирает все наши деньги. Я решила принести их лично. И теперь ты можешь купить машину, квартиру, девушку и так далее. Да мне плевать, что их не существует. Я хочу единорога. Ну вот, другое дело, другая квартирка, прекрасно. Успела! Куда успели, девушка? Успела. Так, Санька, давай сейчас быстро, короче, оп, шлёт. Два конкурса, блины, каравай, потом дед придёт, то скажет. Все целуются и в Таиланд. Девушка, вы кто? Ой, простите, пожалуйста, просто эта свадьба такая неожиданность. Одна навалилась, другая развалилась. Ксюша, можно просто, дорогая. Девушка, я не собираюсь жениться. Я всё поняла, дорогой. Сань, не прощаюсь. Саша, привет. Привет. А помнишь, когда мы с тобой расстались, я тебе сказала, что дело не в тебе, дело во мне? Помню. Так вот, я изменилась. Конечно, изменилась. С 10 класса 12 лет прошло. А ты всё так же преподаёшь, кстати? Место уступи. Саша, я беременна. Что? Так, Санька, пока он в шоке, давай с тобой быстро. Свадьба, беременная, невеста, всё как ты любишь. Девушка, вы когда успели? Ой, это говорит мне человек, который час назад в лотерее кучу денег выиграл. Ой, это просто подушка. А вот не надо всю ответственность на меня одну складывать. Это, между прочим, и твоя подушка тоже. Ой, да у меня этих подушек. А ты не так просто окажешься, Санька, я не сдаюсь. Алло. Нет, мне нужен именно этот шкаф. Я хочу в Нарнию. Здравствуйте. Здравствуйте. А вас интересуют пылесосы Кирби? Это которые стоят 120 тысяч? Да. Как ни странно, первый раз в жизни интересуют. Ой, на самом деле я намного лучше этих пылесосов. Я помимо того, что пылесошу, ещё и убираю, стираю, готовлю, пыль вытираю. И наследника родить могу. Сразу, до свидания. Значит, Саш, в отличие от всех этих лицемерных девушек, которые к тебе приходили, я признаюсь сразу, я бергантильная дрянь. Теперь ты можешь полюбить мне за искренность и будем жить вместе. Нет. Уважаю за честность. Кстати, Саш, к тебе сейчас там сиамские близнецы придут, деньги набирают спросить. Они, короче, скотчем оплатались. Чё я за дрянь? Ни себе, ни людям. Ну и чё, ты себе новую жертву нашла? Саша, это наш сын. А чё мы с ним одного возраста? Папа. Так, стоп. Сколько она тебе заплатила? Вот, короче, держи. Чей ты ребёнок? А ещё? Ну вот и решили. Нет, Саш, если уж так получилось, давай хотя бы за аренду платье заплати, а? Потому что хочешь, не хочешь, а я для тебя старалась. Блин, у меня чё, последние пять тысяч остались? Я вообще тогда не прогадала, получается. Алло, нашли? Но я же говорил, этот шкаф существует. Заносите давайте на десятый этаж. Всё. В нарню. Здравствуйте, Александр Фукс. Да, здравствуйте. Служба судебных приставов. За вами числится долг. А так как недавно вы получили огромную сумму денег, давайте расплачиваться. Сейчас я в шкаф схожу. И вернусь. С тех пор Сашу никто больше не видел. Дорогие друзья, смысл нашего стэма очень прост. Люди не меняются. Если он был транжирой, он им и остался. Родился тураком, и мы умрёт. Какой сейчас год? Саша, у тебя 20 секунд не было. А я там король. Это был последний стенд. Максимум за этот конкурс я набираю жюри. 4, 2, 2. Итак, первым местом стенд показала команда Квейн. Даже не думай. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Все судьи 3 балла. Первый космонавт. Все судьи 4 балла. Чтива пекинеса. 3, 3, 3, 3, 4, 2, 2. И команда Квейн. Кто здесь? 4, 4, 3, 3, 4, 4, 3. А можно пару комментариев, наверное, вот от тебя, потому что в твоих руках я увидел одну из двоек, да? Пару комментариев по поводу конкурса стенд. Добрый вечер. Ну, я, если честно, хочу сказать немножко по-другому, что сегодня, наверное, уже 6 лет, как мы сидим в этой дружной компании здесь. И, если честно, это очень приятно. И хотелось бы огромное сказать спасибо командам, которые уделяют и нам дают прекрасную возможность повеселиться, отдохнуть. Организаторам, тебе, Александр, ну и всем жюри, членам жюри к этому залу, который сегодня на удивление полон. За такую огромную поддержку, которая идет с этой стороны. Ну, а про стэм могу сказать, что, честно, после первого такого большого запала, наверное, тяжело было выдержать вторую волну. Немножко как-то уровень, может быть, даже немножко силы подустали. Может быть, на последний конкурс подготовились немножко получше. Но, в целом, все хорошо, мне нравится, весело, как никогда. Особенно разминка. Спасибо. Спасибо вам. Так, ну что, сумма за три конкурса. Первый космонавт, 57 баллов. Даже не думая, 46 баллов. Чтива Пигенесса, 48 баллов. И команда Хэнктос здесь, 56 баллов. Итак, у нас финишная прямая. Есть еще, конечно, время поднажать и выложиться на все 100%. Потому что по законам КВН, друзья, все может измениться даже в последний момент и в последнем конкурсе. Следующий конкурс называется «Конкурс одной песни». Название говорит само за себя. Итак, коп от команды КВН «Даже не думай». Дорогие друзья, учителя тоже люди и они тоже любят. Наш учительский мужской состав сочнил песенку про любовь. Этот трек посвящается тем, кто про хаос, столовки, салат под шубой самого низа. Эта песня для всех тех, кого чего, кому чему, о ком, о чем, че кого. Молодец, Мэй. Спасибо. Йо-йо-йо. Учитель физики очень страдал. Хотел быть, как в фильме, жидкий металл. Англичанка подмигнула и сказала «Привет, Санек». И мечта сбылась. Что случилось? Мужик потек. Учитель ОБЖ, в любви полный ноль. Разговоры о женщинах ему на раны стоил. Жена ему сказала «Я вся горю, как мне быть». А он достал огнетушитель и начал тушить. А школьный охранник часто купил. И вот гардеробщице он подкатил. Он пригласил ее в ресторан на переменки. Но свидание сорвалось. Почему? Она пришла без сменки. У трудовика была огромная любовь. Об этом он ей повторял вновь и вновь. Дарил ей шубы, айфоны, кинотеатр, стерео. Но в чем потвох? Все это было из дерева. Это Егор Сергеевич. В школе он без рук. Он занимается прокачкой ног и рук. Химичка попросила вкрутить лампочку под потолок. Ну а ты, братан, а я не смог. Но любовь зла, но любовь зла. И тогда он ее на ужин позвал. После ужина он показал ей свое тело. Она ушла, а он ей вслед. Ты до конца не досмотрела. Мы не придумали эти куплеты. Как педагоги даем вам советы. Любые проблемы можно решить. И тогда вас будет ждать счастливый финал. Команда КВН даже не думает. Спасибо за сезон. Это был конкурс одной песни от команды КВН «Даже не думай». Представляя следующую команду, я буду вас, друзья, еще знакомить, ну, скажем так, с копилкой этой команды, сколько она уже наиграла за предыдущие сезоны. У команды «Даже не думай» совсем недавно заняла второе место на Кубке избирателя участники нового сезона открытой новосибирской лиги КВН. Ну, а вот следующая команда участвует в новом сезоне открытой новосибирской лиги КВН обладателей Кубка Деда Мороза города Бийска, первое место Кубка избирателя, гран-при фестиваля стемов «Белая ворона» 2014. Ну, и эта команда, друзья, уже сегодня отправляется в город Красноярск на фестиваль центральной лиги КВН «Азия». Это команда КВН. «Кто здесь?» Здравствуйте еще раз, дорогие друзья! Команда КВН «Кто здесь» в конкурсе. Так, стоп, подождите! Я не понял, вы что без меня начали? Саша, мы посовещались, решили, что и без тебя справимся. Уже привыкли. Что значит «привыкли»? Вы вообще за мной как за стеной. Да, за такой хорошей, добротной, гипсокартонной стеной. Саша, все потому, что ты ведешь себя как тряпка. Я веду себя как мужик. Ой, это говорит мне человек, который просит жать лайк и репост, чтобы получить бесплатный айфон. Все, понятно, ладно, сами так сами. Давайте, я пошел в суши есть. Займите денег. Пошел вон. Ах, ну на всякие мяки. Пошел вон. Ах. В наше время мужиков трудно догадать. Если за них ты идешь, можно не узнать. Наблюдаем мы картину. Это Ваня Дорн надевает джинсы с Миланой. Делайте, как он. Саша, супку понеси. Детка, я устал. Что сегодня сделал ты? И Савку я играл. Мама, ну не виноватая я, не виноватая я, что на диване лежа он устал быстрее, чем я. Не виноватая я, не виноватая я, что родилась я вот такая вся выносливая. Как-то раз мы в клуб пошли, он в пину на попсе. Без проблем туда прошли, Сашу знают все. Дело с парнем отдохнуть я. Саша танцевал. Какой-то бабой выиграл конкурс. Эри бармен, мне вина. Саша вышел на танцпол. Бармен, лучше валидол. Мама, ну не виноватая я, не виноватая я, он танцит душу и сливает весь такой из себя. Невиноватая я, невиноватая я, и если он не перестанет, так и бёт от меня. Мы вчера пошли в кино, прямо про любовь. Я уснула от него, а он рыдал без слов. Вывела его оттуда, а нам всё равно. Успокоился ли с чудом? Когда купил швадьё, я сидела и ждала. Пока ты подал сам себя. Мама, ну не виноватая я, не виноватая я, что одевается мой парень помоднее меня. Не виноватая я, не виноватая я, что меньше потра в инстаграме, раза два у меня. Решил он сделать сам ремонт. Конечно, сам, он же мужик. Собою был он очень горд. Естественно, он же мужик. Ксюша кирпичи таскала. Мне вообще не тяжело. А Саша выбрал покрывало. Грусик офигел. Себя же смог он оправдать. Нельзя мне тяжести таскать. Мама, ну не виноватая я, не виноватая я, пока цветы он поливает, поле встроила я. Не виноватая я, не виноватая я. Дорогая, ты че стоишь? Сверли давай. Дорогие друзья, зачем девочки спели эту песню? Ну, во-первых, девушкам, чтобы погундить, не нужен повод. Все. Невиноватые вы, невиноватые вы, что придираемся, кто часто просто девушки вы. И знаете, главное вы, и знаете, главное вы, что несмотря на все причуды очень любим вас мы. Итак, а следующая команда, что она наиграла в этом сезоне, победители фестиваля открытой новосибирской лиги КВН, второе место на кубке Деда Мороза и прошли в сезон межрегиональной лиги КВН Сибирь, чем мы их и поздравляем. Конкурс одной песни на сцене Чтима Пекинеца. Друзья, мы очень долго думали, про что же писать свой куб, но поняли, что в связи с творящимися вокруг нашей страны событиями единственная для нас тема это наша Родина. Поэтому мы будем петь про Россию. Поехали! Эх, страна моя родная, край загадок и чудес, где еще такое счастье, где еще такой прогресс? Каждый третий у нас знает, как страну свою поднять, жалко только, что на кубках это могут обсуждать. Это наша Родина, наша Родина Россия, это наша Родина, про нее сейчас свое. Вся страна в расстройстве, в дружном скорби и печали, уровень совсем не тот, турнир мы проиграли. Кабачук сломал три клюшки, Малкин плачет, как дитя, в стенку бьет рукой, Родулов не везет нам, как всегда. Просто были сдвинуты, были сдвинуты ворота, Жалко, что в Синляндии мы забыли и сдвинуть их. Отвалилась штука-турка, не закрылся домофон, месяц не вывозят мусор, и взорвался газболон. Нет воды горячей в кране, так уже не первый год, но зато мы деньги сдали лет на двадцать уж вперед. Это коммунальная, коммунальная Россия. Дальше все запихарим, что хотели бы сказать. Еду как-то по дороге, ДПС остановил, я его, а в чем тут дело, пешехода не пустил. Говорю, берите взятку, десять я достал рублей, он счастливый-присчастливый, всунул в курку поскорей. Это уникальная, уникальная купюра. Может, через десять лет будет сто или двадцать пять. Ноги, губы, ожерелье, суши, пицца и айпон, новогодние веселья, ежегодный полный дом. Уки, ногти, тренажерка, кофе, близкие друзья, на прогулке в универе, или вся моя семья. Как же одинаково у всех лета инстаграма. Вот почему выложил я свой пензоносок. А в последнее то время много есть у нас врагов. Франция, Канада, Польша, про Германию нет слов. Несмотря на это дело, лучше всех мы, как всегда. Бойтесь нас, американцы! Путин скажет, мне нас два! Это наша Родина, наша Родина, Россия. Это наша Родина и любимая страна! Чтива Пекинесса, любите свою страну, друзья! Команда Ктива Пекинесса благодарит помощника ректора по внеучебной и воспитательной работе Антона Антоновича Целевича за постоянную поддержку, а также своих любимых зрителей за прекрасный сезон. Итак, конкурс одной песни продолжает команда, которая в этом сезоне игровом добилась следующих результатов. Полуфиналисты Лиги Алтай, полуфиналисты Лиги КВН Next город Новосибирск, Динара Иманова, почетная актриса Лиги КВН Сибири, почетная, участники Сочинского фестиваля, обладатели Гран-при Кубка избирателя. Ну и завтра, ну сегодня, сегодня уже команда, еще одна команда отправляется в Красноярск на фестиваль Лиги КВН Азия. Молодцы! Первый космонавт, конкурс одной песни. А перед началом нашей песни нам бы не хотелось говорить никаких лишних слов. Мы застряли в этой игре как челюсткин во льдах. Создавая смешное, мы сами себя создавали. Для меня по порядку это третий финал. Так и для меня. Ну, и кому мы проигрывали? То бумерангу, то бумерангу. Так зачем я на сцене стою? Шучу и смеюсь. Без наград, без медалей. Как пони хожу я по кругу. Вы не поняли, сэр. Я совсем не прошу высший бал. Мне вот только казалось, нам есть что поведать друг другу. Я застряла в образе тёлки как рыба в сетях. Объясняя армянам, что это только для сцены. Это сложно. Весь сезон в вокале моём был вишнёвый сироп. Это правда. И лишь сегодня ребята меня чуть-чуть разыграли. Это тоже правда. А я застрял в аграрном как лосиха между берёз. Восьмой год диплом агрофака штурмуя. Я Андрей. Я декан агрофака, и он долгами не зарос. Но если не выиграть лигу, его не отпущу я. Работать не надо. А я могу нормально говорить. Увы, только от билетеней, конечно, Арсений. Я не знал. Моя задача проста. Звите, тебя размешить. Сделать тупое лицо и сказать «Я нормально». Мы не поняли, сэр. Мы совсем не хотим высший бал. Мне вот только казалось, нам есть, что поведать друг другу. Мы без масок, без грима сейчас перед вами стоим. С замиранием сердца делимся тем, что скрывали. Если вспомнишь про нас, то вспомни вот этот финал. Эту песню, где мы про себя тебе рассказали. Что, казалось бы, проще, да? Расмешить полный зал. Ну, с теми немного получилось. Но мы снова в знакомые лица смотрим с испугом. Вы не поняли, сэр. Я совсем не прошу высший бал. Но сегодня, мне кажется, он будет кстати. Команда Коэн Первый Космонавт благодарит агентство праздников Андерсан. Итак, максимум за этот конкурс 5 баллов. Команда Коэн, на сцену. Даже не думай, кто здесь в Тиво Бигенесса Первый Космонавт. Итак, в порядке выступлений команды в конкурсе одной песни. Даже не думай, все судей 5 баллов. Так, команда Коэн, кто здесь? Девчонки и Александр Хунь получают 5 баллов. Четиво Бигенесса. 4, 4, 5, 5, 4, 5. И команда Коэн Первый Космонавт. Одна четверка, остальные пятерки. Ну, наверное, пару комментариев по сегодняшней игре и мы увидим, а нет, мы не увидим общий балл, потому что нам о нем скажет председатель жюри. Пару комментариев, будьте добры. Кто? Я просто не в курсе, как он включается. Сейчас научусь. Добрый вечер, дорогие друзья. Спасибо за игру, за сегодняшнюю. Ну, можно спасибо сказать всем четырем командам, безусловно. А выделить хочется две мое скромное мнение, конечно, команды кто здесь и первый Космонавт, который сегодня порадовал. Да. И мне бы хотелось сказать особенное спасибо команде «Первый Космонавт». Было очень здорово, приятно. И в финале какая-то такая нежная, душевная нотка появилась во всем этом. Видимо, выбор песни сыграл свою роль. Но вообще все было здорово, хорошо, красиво, приятно. Где-то чуть лучше, где-то чуть хуже, без этого никуда. Всем спасибо, все удалось. Спасибо, дорогие друзья. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, я тоже хочу сказать. Я хочу сказать всем огромное спасибо и за сезон, и за финал. Вы такие молодцы. Мне кажется, ну вот, каждая команда всю душу, наверное, отдала за этот финал. Вот была бы моя боль, я бы всем первое место отдала. Честное слово, вы умницы такие, просто потрясающие. И спасибо зрителям за то, что они всегда с нами. всем удачи, всяческих творческих достижений. Ну, если это финал, то я с удовольствием, если меня сюда снова в 39-й год подряд позовут, буду рада вас видеть в следующем сезоне. Спасибо огромное. Спасибо, Анжела. Так, ну, диплом за участие. Я хочу пригласить на эту сцену председателя Комитета по делам молодежи администрации города Барнаула Владимир Викторович Гудков. Спасибо. Дипломом награждается команда КВН Кто здесь? Команда КВН Штива Пекинеса. Даже не думай. А рэп потрясный год, да? Первый космонавт. Спасибо. Спасибо, Владимир Викторович. Еще раз с днем рождения. Итак, сейчас мы узнаем имя команды, которая стала как-то сказать, виртуальным чемпионом, да? Потому что ВКонтакте в нашей группе Барнургской студенческой лиги проходило голосование и вот приятный гаджет получит команда, я вот тут знаю, уже чемпиона, виртуального чемпиона Анжелика Соболева, пожалуйста, выйди, выходите как нам, выходите вам вручать этот специальный подарок. Ребят, тут какой-то модный девайс разберитесь. Возможно, это накопитель. У вас же много шуток, много материала, да? Куда-то все это нужно. Я понимаю так, что это приз зрительских симпатий, виртуально, ну, как бы да, да? Ну, собственно, я очень даже солидарна с теми, кто голосовал за ребят ВКонтакте, и мы с удовольствием, АИФ, отдаем этот накопитель, куда вы будете складывать свои видео и фотографии, надеюсь, намного хватит, команде «Первый космонавт»! Спасибо! Ну что, я думаю, мы можем уже назвать имен чемпиона. Ага, у нас еще есть женская и мужская роль. Кто объявит, кто назовет лучшего актера, лучшего актрису? Ну, давайте, я назову, наверное, актера, в этом деле просто было единодушие, а вот актрису назовет, наверное, Дмитрий Никулин на правах председателя жюри. Но, на самом деле, вот все, кроме одного члена жюри, единогласно сошлись во мнении, и пусть этой члену жюри будет свое мнение должно быть. Ну, на самом деле, здесь как бы простое большинство. Вот большинство жюри решило, что самой яркой мужской ролью был дядя Карен. Надеюсь, с нами согласятся. Дорогие друзья, актер команды, первый космонавт, ну и, наверное, это, между прочим, актер команды, команда сборная армян Алтайского края. Спасибо. Так. Я думаю, дядя Карен надолго в КВН. Так. Имя дамы, которая, да, займет лучшую джесс-груду. Да. Я думаю, что весь зал со мной согласится, что Динара, она достойная этого с вами. Динара, мы тебя возглавляем. Ну что, председатель жюри Дмитрий Никулин, назовите нам, пожалуйста, общий бал за все конкурсы и назовите нам, пожалуйста, имя победителя сезона. Общий бал имеется в виду всех команд посчитать сложителей. Я понимаю, понимаю. Нелогичный вопрос, ответа нет. Итак, четвертое место и 74 балла получает команда Чтива Пикинесса. Паплодисменты. Паплодисменты. Третье место 76 баллов даже не думай получает. Третье место команда КВН даже не думай. Так, что это? Принтер? Команда получается третье место Принтер. Так, дальше второе место. И вот теперь вот так. 86 баллов первый космонавт и кто здесь получает одинаковое количество баллов. Друзья, двойной чемпион я давненько такого не помню. Итак, друзья, давайте пожелаем, кто здесь команда КВН и кто здесь и команда КВН первых космонавт чемпионов 2013-2014 года. Ура! Я думаю, это команда КВН я скажу, что в губах-то один, но администрация города наверное догадывалась о таких чудных результатах и поэтому два планшетника было куплено. Спасибо за догадки. Саша, Дим, кто вручает победителям? Главный приз два планшетника. Ну, Саша, давай. Ну что, поздравляем, поздравляем чемпионов кто здесь первый космонавт. Я думаю, с таким прибоденным настроением у вас все обязательно получится в Красноярске. Я желаю вам удачи, а вам, дорогие друзья, спасибо, что этот сезон вы были с нами. До новых встреч. Пока. Ну что, поздравляем.